youtube привет вот известная уже машинка камри уже ход дошел до того чтобы я немножко обесшумить и уже скатить крышу вот у нас есть тут разные материалы один помягче смарт один пожестче тот который пожестче к сожалению вот этот с более крупная ячейка он помягче ну так получилось что жесткого не было было два листа жесткого и два листа вот такого в продаже все тот что пожестче мы будем ставить там где промежутки у нас больше то что помягче на маленьких промежутках это имеется ввиду вот где большой промежуток помягче где маленький вернее наоборот где маленький промежуток вот как вот здесь между усилителями помягче можно поставить здесь пожестче вот скажем так водитель пассажир здесь и вот здесь сначала поклеим жесткий а потом посмотрим как с мягким получится ну естественно тут вырезать кусочками я уже снимал всю эту эпопею вот начнем жесткого листа вот будем вырезать и клеить естественно это все прогревается феном вот и закатывается закаточкой колесиком так что вот вот так сейчас будем это осуществлять еще надо вот здесь вот взять про пылесосик вот эту вот грязюку наше колесико волшебное которым прикатываем она шириной 20 миллиметров вот они первые две заготовки они как раз пойдут впереди в передней части вот здесь как бы пассажирская часть здесь пролет побольше нарезано два куска и это пойдет сюда вперед начинаем греть вперед из песни прогреваем не так чтобы до фанатизма но другой стороны это должно быть хорошо прогрета у нас тут в принципе не так уж и холодно лето в конце концов на улице 27 28 25 дверь открыта солнышко светит так что все в порядке у нас тепло разогреваем феном все же накладываем и вполне достаточно чтобы хорошо тщательно первые два кусочка были приклеены закатаны вот по центру у нас еще осталось приличный промежуток как раз у нас есть вот такой небольшой кусочек который на вот эти цели и пустим чтобы немножко побольше заклеить чтобы пожестче была крыша и шумоизоляция и все остальное было получше опять же не выбрасывать такие куски их мы пустим тоже в такие вот огрызочки остаются вот вот так у нас получается где-то чуть больше чуть меньше но если учесть вот уже звук вот уже по звуку слышно что уже не как бубена как бы поглощение идет поэтому уже как бы уже тот что на этой машинке потом будет ездить почувствует разницу лучшую сторону вот хотя бы по крыше продолжаем берем вот такой листик тот который у нас помягче вот она у нас и мы его уже будем резать на более узкую вот эту часть вот этот промежуток и вот этот промежуток будем с него делать а более широкую часть сделаем жесткого листа вот так листики заканчиваются начинаем новый крой опять же берем жесткий который пожестче вот такая вот у нас получается крыша кусочки оставались там всякие разные вот таким образом где-то кусочками где-то лоску точками где-то косыночками в общем и целом уже крыша тут и тут разница есть разница слышно невооруженным глазом вот как-то так ладно сейчас что надо делать брать пылесос пылесосить выставить вот эти фонарики все что надо правильно выставить и вперед из песни собирать машинку она уже тут застоялась бедненькая и хочется на волю на простор надо собирать и вперед в бой чистота залог здоровья а помог нам в этом пылесос по фамилии макита хороший гаражный пылесосик и под машинку и так что-то прибрать чуть-чуть багажник надо было тоже делать слегка хотя вопрос вот с этими отверстиями значит чего мы делаем мы берем вот такую бронеленту заклеиваем с обратной стороны изнутри вот так и вот так и потом берем мастику и заклеиваем с этой стороны тоже небольшим пятачку и все она там застывает и будет очень хорошо таким вот таким вот макариум сам замазали мастикой но что-то наш сама себя слепит и вот так и сверху еще бронелент очки кусочек что получается корродировать она не будет потому что там у нас и снутри и снаружи вот здесь мы видим пальцем я нажимаю там у нас все закрыто залеплена мастичка внутри вот и все это будет хорошо так теперь будем обувать фонари все собралось вот крайний вариант вот так защелкаем ручку осталось только поляручек оттереть вот она кое-где есть вот так выглядывается крышечка багажника и теперь надо ставить фонари ставить бампер на место потому что сделано так что чтобы снять фонарики снять надо бампера вот они заглушки которые вот этим местом заходят вот сюда по-другому никак и потом можно будет собирать соединили фонарики не забываем ставить все клипс очки все на свои места чтобы как говорится не было у нас лишних деталей это у хороших мастеров когда они собирают еще половина запчастей остается так вот у нас такого не должно быть все надо проверить посмотреть чтобы все было четко это не лишнее это вот отсюда заглушки у нас сейчас будем ставить и вот он еще один вот отсюда вот дабы нам водворить бампер на место вот оделся бампер все тут нормально хотя вот это вот честно говоря не нравится как-то ну опять же везде вот эти прилегания плавные оно везде вот так все немножко в натяг здесь фонарик как бы вот здесь фонарик как бы на миллиметра полтора торчит сюда здесь тоже вот он торчит по идее это все должно быть в одном створе здесь вот тоже вот чуть дышит хотя на защелке тут все защелкнулось вот так ходит ну везде она чуть по чуть вот ходит дышит сейчас вот сюда вот все таки надо заглушки поставить что ли или не знаю надо с хозяином посоветоваться как он захочет и и покраска тоже мне нравится практически вот как мы видим на сухую чуть-чуть прибрызнуто может быть лаком слегка а так практически чуть ли не на сухо базой пройдено ну ладно как завод делает так и правильно вот здесь мы собрали все поставили все шурупчики закрутили все повесили здесь можно пока прикрыть вот теперь нам надо перейти сюда здесь тоже есть возможность немножко поработать и немножко вот это надо устаканить поэтому будем делать небольшие выкроечки и немножко его заглушим с помощью вот вот это и вот штукенции ну вот потихоньку помаленьку все это вырезаются кусочки и потихонечку все чуть шумоизолируется чуть получше становится еще плюс попона будет еще плюс попона будет